всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжаю свою работу с вами ягел а васадзе и сегодня у нас традиционный эфир итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами фархадом моментовым приветствую очень рад тебя видеть здравствуйте дело я тоже приветствую наших зрителей не устаем призывать поддерживать канал любыми формами и напрямую и косвенно и делиться до прошлый раз у меня коментах это слово вызвало определенную реакцию делиться на своих кто-то не понял и так далее хорошо на публиковать себя в социальных сетях чтобы это могло видеть большее количество людей и это будет своеобразно поддержка канала мы не должны забывать что до конца года осталось мало времени и мы должны достичь отметки 100000 подписчиков до конца года я я я только за что называется как-то в кавказской правительстве вы ставите нережные планы ну а что делать вот так вот спасибо большое кому сейчас легко и я начну я начну с очень хорошей новости какая новость может быть очень хорошая да а я скажу новость может быть очень хорошей сегодня сегодня день рождения очень любимого даме очень хорошего человека который который фугарова и вы сейчас его все дружно на канале поздравим а потом если он даже не посмотрит это видео я надеюсь что он его посмотрит я ему специально ли пошли и скажу водка поздравляю когда-либо власти кавказа то есть налимом я знал так заочно конечно вот мы в разном периоде до работы но всегда с уважением относился к его мнению и сейчас также наши желаемом здоровья у него скрометное чувство юмора запоминающийся улыбка смех прекрасно работает по акцентам которые нужно ставить во время беседы он запоминается поэтому желаем ему дорогие успехов чтобы все было бы хорошо в жизни ему и его близки слушай все абсолютно так но как заочно ты с ним на моих глазах общался ну да и очень тоже я думаю что ты его что и заочно знаешь прекрасно не на правда здоровье самое главное но мы познакомились потом уже вот наше знакомство свежий а такое личное знакомство а так конечно же следим друг за другом и он значит позитивно отзывается обо мне я в том числе поэтому кто нельзя несколько несколько раз да встречались поэтому самые лучшие впечатления кто только нельзя непозитивно относиться непозитивно относиться к тофику это тяжкий грех это первое и ну счастье счастье дорогому а тофику и его семье близким всем 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 ну а мы перейдем к делам нашим скорбным хотя почему скорбным почему скорбным нет та геополитическая реальность о которой так долго говорили чуть не сказал большевики ну она если не настала то она настает и вот тут у меня вопрос так геополитическая реальность я говорю об усилении влияния ну так мягко сказать об усилении влияния россии на южном кавказе конкретно моей родной грузии давай скажем ты что ты думаешь по этому поводу и как вот самое интересное как страны соседние готовились не соглашусь насчет усиление роли россии в грузии все-таки мы должны будем дождаться каких-то индикаторов в этом качественных индикаторов да и количественных тоже я думаю что российская федерация если она в этом году согласилась на вывод российского миротворческого контингента из азербайджана два раза согласилась значит на предложение армении о сокращении своего присутствия сперва в аэропорту звук ноц а дальше и и на границе с азербайджаном а дальше и на границе с арменией она по умолчанию не может усилять свои позиции например грузии я думаю что это было своеобразное значит как и у вас на эфире об этом говорили такая тонкая игра россии с очень мизерными ресурсами которая в принципе до сих пор не дает таких осязаемых результатов я не считаю правительство грузии дни нынешние правящая партия которая заявила о том что она победила на выборах так далее пока на сегодняшний день предприняла какие-то шаги в который можно считать российский здесь больше повышения субъектности в результате тех геополитических решений которые были приняты в конце прошлого года а именно на предоставление грузии статуса кандидата европейский союз в тех условиях что правительство грузии не исполнила большей части рекомендаций которые были ей адресованы со стороны европейского союза и почувствовав вот эту важность свою почувствовав то что закрывает глаза на вот эти элементы правительство грузии ну и лично господин иванишвили решили повышать свою субъектность и здесь было взаимное использование правительством грузии российского фактора а в россии это вот осложнение отношений значит правительство грузии с западными партнер если у россии не получается приблизить они стараются ухудшить их отношения с западом в какой форме в любовь это может быть если в информации относительно экспорта что вот страна занимается этим и так далее это может быть как в нашем случае активизация вот этих агентов влияния в лице значит господина шваба парламентской ассамблеи совета европы все прекрасно знают что этот человек сотрудничающий россии такой путин ферштер после оккупации крыма и так далее и это вот те заявления которые делаются со стороны официальных представителей российской федерации в отношении значит процесса происходящих грузии до выборов во время и после я это пока что пока нет на руках вот таких каких-то качестве индикаторов я говорить о том что люди там по российские курсы так далее я этого сказать не могу положать руку на сердце вот что касается вот этой игры по теме абхазии южной осетии так далее это тоже было использовано обоюдно значит и правящие партии друзей и российской федерации но все точки были расставлены еще до выборов и это было сделано я думаю что сделано со стороны россии для того что они достигли они почувствовали что достигли максимума в осложнение отношений между друзей и правящей партии и предприняли этот шаг чтобы не то чтобы обвалить до господина его ведь и не господин его мечты который как-то и намекала на тему территориальной целостности восстановление пограли а сделать его более подконтрольным что это или же заставить его пойти на крупномасштабные фальсификации на выборах чтобы еще хуже сделать отношения западом и создать вот такой элемент более слабого до оппонента или же там контрпарта не в переговорах в будущих переговорах которые они собираются делать после уже того как значит завершится легально процесс легализации парламента это мои так скажем свои внутренние ощущения которые я очень сейчас хотел бы про концы а если в общем брать то на сегодня эти процессы которые события которые должны были произойти которых я писал фактически до грузии ясно что до первого созова парламента шансы есть для того чтобы там через улицу что-то решить и так далее но тихо тихо эти шансы уменьшаются вот остается только президентский выбор в соединенных штатах америки вот после которых уже можно будет как-то определенно говорить о выстраивании своей собственной политики значит регионе со стороны правящей партии мы сейчас слышим очень много информации здесь может быть и потепление с европейским союзом отход от тех значит законов которые были приняты но может быть даже одного закона это все тоже может быть регионально если посмотреть на то мы видим очень интересную картину это скажу и завершу свое пожалуйста продолжайте у нас регионе была прозападная грузия пророссийская армия и выбравший путь неприсоединения азербайджан на сегодня по результатам значит вот двух десятилетий так скажем выбранного пути азербайджан решил вопрос используя инструменты механизма значит вот этого положения своего позиционирования в качестве члена движения неприсоединения внеблокового статуса решил свои вопросы по территориальной целостности и восстановлению там суверенитета на всей своей территории армения в союзничестве с россией потеряла свои позиции грузия она в принципе развивалась в отношении с западом но не получила четких гарантий безопасности своей со стороны запада плюс не решила вопрос территориальной целостности и вот на фоне и у этого за последние можно сказать два года происходит ухудшение отношений грузии и армении со своими главными союзниками у грузии это запад у армении это российская федерация у азербайджана позиция не меняется вот это самого на вход если взять систему координат здесь значит где-то посередине азербайджан здесь грузия на западе амения пророссийского вектора они меняют свои стараются поменять свои позиции азербайджан на их фоне значит на фоне армении азербайджан выглядит пророссийским сейчас представление фактически совершенно по-другому а а на фоне грузинского правительства азербайджан выглядит прозападным какая-то вот такая искривленное зеркало представление о странах региона происходит я это замечаю и в беседах с журналистами которые сейчас и с иностранными журналистами больше запада и экспертами которые сейчас вот пачками начали прилетать в баку из-за коп на коп они прилетают да да и конечно же встречаются там узнает когда коп извини что перебиваю когда коп конкретно коп это такая такой мероприятие который удовольствие растягивается на 20 дней но главные дни это 10 11 число когда вот будет пиковое количество лидеров в стране но мы уже начали ощущать это сегодняшнего дня с 1 ноября в дороге начали значит эти линии копа начали действовать я сегодня вот застрял в тропках на 45 минут поэтому это стали уже ощущать на себе но после коп останутся десятки парков отремонтированные где-то 70 процентов фасадов зданий в городе очень много всего дорог и так далее и очень много хорошей инфраструктуры сейчас вот вернемся в наш регион то есть на идет эта трансформация и страны региона армении и грузии вот своих действий ухудшение отношений со своими союзниками тогда они понимают что идти еще дальше в процессе ухудшения будет иметь последствия в первую очередь экономического характера россия отдаляет старается отдалиться от россии но экономически она понимает что обеспечить экономический рост без россии невозможно ближайших там может быть даже 5 10 лет у грузии та же самая ситуация они власти грузии сейчас достигли максимума ухудшения отношений с грузией с европейским союзом из сша но понимают что экономические отношения превалируют я думаю и уверен что будут принимать шаги отыгрывать направление то есть они достигли максимума ухудшения куда дальше заведет эту трансформацию я думаю что в той или иной стиль будет выбрана голевая модель азербайджан на ближайшие там при 5 то есть да они предприняли один шаг вперед нежели азербайджан то есть армия уже член у дкб евразии у грузии есть кандидатство европейском союзе и стремление стать членом нато но они будут стараться замораживать вот эти позиции и ожидать уже изменения более геополитических надежды того что какая-то из сторон наверняка победить если не победит то вот этот тренд азербайджана не то что не блоковый статус и так далее а как бы более субъектный статус он будет продолжаться и последняя ремарка я вот прослушал ваш беседу с точками и у вас и многих других экспертов и армянских и грузинских когда не говорят о выборах грузии особенно партии значит грузинская мечта они говорят что если будет меньше запада то автоматически это означает что будет больше россии я так не думаю я думаю что этот вакуум если он создается рукотворно сдается рукотворно и пашинян рукотворно отходит от россии вместе и грузии то же самое рукотворно этот вакуум будет заполнять сама грузии и мы желаем чтобы в армении тоже это было бы сама армия то есть элемент объектностью он должен повышаться и я думаю что в этом есть позитив нужно отмечать и мы надеемся что мы я не ошибаюсь своих прогнозов вот будет меньше запада будет меньше россии но пусть будет больше нас больше азербайджала больше грузии больше это не тост а вот это было это не тост но это благое пожелание я могу единственное что начну с конца по поводу вакуума и да я считаю что ни грузия ни армения не прости азербайджан не могут запомнить геополитический вакуум в свое пространство он и так существует своем пространстве на сто процентов мы не на сто процентов мы на восемьдесят вы на сто процентов армения говорят почти на сто процентов но факт остается фактом что мы существует но все касается геополитического вакуума он не заполняется боль он заполняется מכ что такое левут вакуум и что такое оттом вот это вот это пора это поле оценивание страны отношения страны с другими странами не может страна заполнить свое отношение с другими странами собой получается шизофрения политическая не совсем не совсем я так я понял какую роль играл запад для грузии и как и какую функцию он перестал выполнять за последние два-три месяца в обеспечении вот такой коренной безопасности вопрос не в том какую роли гроза вопрос отношений я говорю про отношения отношения вот возьмем пример армии они ухудшают отношения с российской федерации и продают это на западе и у них это получается и я в последнем тексте об этом написал что у них это получается то есть если во время визита нэнси пелоси фрэнк полону сам армянский конгрессе он говорю что членство вода кб является препятствием для нашего военно-технического сотрудничества воронки то через год франция сша заявляют о том что это не является препятствием членство вода кб и в евразес и тогда у них это получается сейчас очередь за грузии есть как какую функцию от выполняет запад и перестал выполнять в отношении грузии обеспечение безопасности экономика и так далее я думаю что грузия будет отыгрывать в определенности правительство грузии пусть отыгрывать в определенности западном направлении по этим трендам и формировать уже качественно новые отношения с тем же самым азербайджаном с тем же самым турции с тем же самым китайской народной республики со всеми странами которые до сих пор поздравили ее с победой и в этом числе в том числе и армении потому что армянская карта будет разыграна грузии и в направлении запада и в направлении региональных процессов потому что я не думаю что грузия учитывая вот тот большой интерес запада к армении и ту функцию которую выполняет грузия в этом отношении они будут разыгрывать эту карту в принципе эту карту разыгрывала и соломы зубы 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 швили в своих выступлениях что это не только грузия вот важность этих выборов но явно добавок это поэтому я думаю что более прагматично подходит понимаешь чем дело но вот сейчас если мы говорим про поле отношений дело в том что для того чтобы заполнять это поле отношений необходимы ресурсы это же не линейный процесс необходимые ресурсы эти ресурсы ресурсы влияние на грузинскую власть на сегодняшний день то что я вижу то что я знаю есть у запада есть у сша есть у евросоюза у брюсселя вы что имеете ввиду когда ресурсы влияние на это замороженные активы господина его не шли не только в том числе не только не только далеко не только рисунок это крайний ресурс это то что мы называем крайним ресурсом и ресурсы влияние есть у москвы у баку и даже у анкары и у еревана ну тем более у тегерана таких ресурсов нет более того у пекина политического ресурса влияния в грузии тоже он близок к нулю поэтому говоря об отношениях с другими игроками заполнением этом четко понимать о чем идет речь я говорю что в случае возникновения а этот баку возникает потому что запад сейчас отходит это тот приходит у кого есть политический ресурс политический ресурс в самой грузии в грузинском обществе россии мулевой гром 2 и 3 процента 2 и 3 процента это ресурс российские то те кто мне говорят что те голосshot тех кто голосовал за мечту голосовали за россию это неправда это неправда это неправда потому что лично сама говорю у неё этот самый назывался акцент называлась за светлое европейское будущее то те кто голосовали за альт инфор и альянс патриотов те точно ну да это на уровне статистической погрешности это два и трех Кстати, русские закрыли проект Альпинского. Да, они прекратили его финансировать. Знаешь, что я тебе скажу, что это вечная история в Москве. То есть у них было несколько, в истории Грузии постоянно они создают какие-то партии. Значит, какие-то силы. После этого они вливают туда кучу бабла. И после этого, после каких-то очередных выборов они это закрывают. Сайт-Инфо была вообще, не сайт-Инфо, а с этими, как его зовут, с Альянсом Патриотом вообще была смешная история. Они закрыли этот проект еще после тех выборов предыдущих. А сейчас решили, что Альпинфо мало, давайте и этих тоже добавим. Ну, в итоге, причем я помню хорошо, как мне писали. Гелла, Альпинфо во всех регионах, ты не представляешь, какие они популярные. Я думаю, что, ребята, расслабьтесь. Это троллинг. Расслабьтесь. Но то, что есть политические ресурсы, политическое влияние на наши власти, я думаю, это так же очевидно, как и то, что нет ресурсов. И поэтому, говорить, размахивать российским флагом и бегать в Буденовке, когда Штилиц говорит, на 23 февраля надел в Буденовку, значит, взял в руки советский флаг и бегал вокруг Рейхстага. Голос за кадром. В этот день Штилиц как никогда был близок к провалу. Ну, конечно, никто не будет. Но то, что сегодня из Москвы могут что-то попросить, так что они не смогут отказаться, вот для меня вот это очевидно. А, вот, Гела, помните мою формулировку? Это самая большая, наверное, самая. Гела, помните мою формулировку реально независимого, там, малого или среднего государства? Это способность сказать нет, когда предложение большой геополитического центра силы, так скажем, входит в противоречие с твоими национальными интересами. Или их сценарии и так далее. Я всегда в качестве примера привожу инициативу Обамы об открытии армяно-турецкой границы в 2009 году и реакцию Азербайджана. Есть эта способность? Есть. Способность Азербайджана говорить нет на предложение вступить в Евразийский экономический союз в АКБ взамен каких-то плюшек и так далее. Это тоже лет 10-15 тому назад актуально. Я думаю, что на сегодня у грузинской мечты и у господина Ивановича этот ресурс и способность есть сказать нет, если предложение со стороны Российской Федерации пользует противоречие с его личными и государственными интересами. Я так понимаю, что вы думаете, что элемент политического давления России, вы сперва скажете, что он настолько высок, что они не смогут отказать, а потом говорят, что это всего 23%. Я не говорю, что они статичны. Россия сейчас формирует свои ресурсы в этом регионе уже посредством, например, и военно-политического. Они тоже есть, но это ограничивается. Но есть и экономические. И Путин подписал соответствующий указ. Там вот теми визы для граждан Грузии и так далее. То есть стараются их завлекать. То же самое и по Армении. Они открыли все кранты по экспорту товаров из Запада в Россию через Армению и экспорта подсанкционных товаров российского происхождения через Армению в МИФ. Чтобы задействовать там тысячи, десятки тысяч физических и юридических лиц, чтобы хлеб, который они зарабатывают на этом, был бы российского происхождения и так далее. И иметь уже качественно новую. У них не получается там с лидерами оформить вот этот электорат, да, пророссийский. Например, в Молдове второе место кто занят. Фамилия очень. А я на... Что-то ярло. Да. А он разве пророссийский? Не, он, кстати, говорит, что он за ЕС. Вот. Вопрос в этом. То есть у них не получается с людьми, потому что их люди, типа Кучаряна, Сараксяна или же у вас там патриоты, маргиналы сейчас в этих обществах, они работают уже экономическими методами, в направлении людей, вовлекая их, значит, в свою экосистему, как вы говорите, чтобы в будущем, это никто не исключает, в будущем, чтобы опирается на эту категорию людей, а их становится все больше и больше, сформировать нового лидера, который будет естественно, они будут за него, потому что они зарабатывают сумасшедшие деньги. И в Грузии тоже есть такая категория людей, их больше, меньше, это уже... Мы знаем эту категорию. Да. То есть вопрос состоит в этом. Они идут... Они... Мне вот как эксперты, да, сейчас скажут по-российски и так далее, мне импонирует в российском подходе. Они признали, что нужно менять политику, трансформировать эту политику. Не, ну то, что они трансформируются, это видно даже по их поведению. Да, они признали, что вот одними сапогами действовать не приходится. Но это не значит, что они не будут реализовывать свои идеи. Сапог как аргумент у них всегда остается главным. Сапог как аргумент у них всегда остается главным. Всегда, абсолютно. Но сапоги уже не те. Архат, сказал ключевую фразу на самом-то деле, очень важную фразу. Вообще в наших отношениях термин национальные интересы играет особую роль, когда мы говорим об национальных интересах. То есть мы выдаем фразы, которые потом говорите, открываются. Так вот, сказал баланс личных и национальных интересов. Ты что думаешь, мне мечта на лицо не нравится? Нет, ты понимаешь, на самом деле, или там их человеческое качество. Я их меньше знаю, чем оппозицию, а человеческое качество оппозиции, поверь мне, я знаю. Не буду говорить. Уже все понятно. Но проблема Грузии не в отношениях с Азербайджаном, не в отношениях с Арменией или Турцией. Вообще в том, что личные интересы слишком часто входят в противоречия с национальными. И вот тут не сможет отказаться не потому, что нельзя сказать нет. Грузия всегда могла сказать нет. Когда был вопрос об окон Велисе Карлс при Саакашвиле, который как много... Марионетка был, да, США? Грузия сказала нет. Нет, это будет. Когда был вопрос о вхождении в ВТО, вот вхождение России в ВТО для США было настолько важной задачей, что они просто ломали через колено всех. Саудиты. И мы держались до конца. И мы настояли на том, что должна быть особая формула. И уж как не извращались там юристы по поводу этой особой формулы. И фактически вступив в ВТО Россия признала нашу территориальную целостность. Поэтому сказать нет всегда можно. Но когда твои личные интересы, а вот интересы той самой экосистемы, о которой ты говоришь, входят в противоречие с национальными интересами, вот тут засада. А товарооборот Грузии с Россией растет за последний год? 675 миллионов. Нет, не растет. 2-3 процента, да. И что? Индикатор. Вот, например, я не хочу спорить по этой теме. Потому что споры могут быть о том, что было. О том, что будет, мы можем высказывать. Мы можем высказывать. Да. Да, но вот спорить об этом я не собираюсь. Нет, я не собираюсь. Для меня индикатором повышения того прогноза, о котором я сказал, индикатором, маркером, кто как хочет, будет повышение оборонного бюджета Грузии. Стремительное повышение оборонного бюджета Грузии. И повышение военно-технического сотрудничества. Ты что-то знаешь? А? Ты что-то знаешь? Нет. Нет. Я знаю многое, чего. Правильно. Я знаю. Я очень хорошо знаю. Это, конечно, не скромно, да. Но для меня, например, это будет маркер. Вот посмотрите на армию. Деньги есть? Есть. Хочет только платить оружие? Хочет. Может, может. Обеспечила это? Смогла. У Азербайджана, но это традиция, да, там, 15 лет. У вас, я думаю, что вот это будет следующим индикатором. Повышение крат на оборону. Военно-техническое сотрудничество. Со странами, с какими странами, это будет зависеть. А я думаю, что Азербайджан и Турция здесь по умолчанию. А это будет зависеть от выборов в Соединенных Штатах Америки. Как это все сложится? Здесь вообще тема Орбана заиграет новыми красками дело. Если победит Трама. Тема Орбана, понятно, что заиграет новыми красками. Понятно, что в данном случае... Я ожидаю в следующей неделе. В следующей неделе я вот, наших зрителей, это будет очень интересно, очень динамично. В начале месяца саммит организации тюркских государств. Потом выборы президента Соединенных Штатов Америки. Потом саммит Европейского политического сообщества. Сразу после выборов США. Где бы вы думали? В Будапеште. Если Трамп побеждает с вторника на среду, то в четверг, 7 числа, получается, на саммите Европейского политического сообщества он будет звездой. Рыцарем на белом коне, который просто откроет блокнот и скажет, ну что, я главный переговорщик с Трампом. Знаете, когда многие вот этих правильных демократов на их каналах и в некоторых других каналах слышат, что Орбан приехал в Тбилиси с месседжем Путина и так далее, для меня приезд Орбана в Тбилиси и вообще его активность, это его ставка на Трампа. И все понимают, что это единственный европейский лидер и даже может быть единственный иностранный лидер, который посещает Трампа, иметь с ним прямую связь и так далее, через которую можно довести свою позицию. Вот он будет главным, если победит Трамп, он будет главным лоббистом вот той группы стран, лидеров политических сил, которые, значит, с ним имеют очень хорошее отношение. Да и европейские страны потом подтянутся к нему, если Трамп изберется, конечно. Я думаю, что вот это, что вот замолвить словечко, что-то сказать, объяснить Трампу вот нашу позицию и так далее, благо у него есть на это время силы и желание. То есть, подожди, вот мне интересна твоя схема. Ну, допустим, побеждает Трамп. Мы положим, что побеждает Трамп. В этом случае, как себя ведет Запад? По отношению к Южному Кавкану. Вот это вот я сейчас вот конструкцию как раз формировал это, что если победит Харрис, если побеждает Трамп. При Трампе, президентстве Трампа и Европейскому Союзу нужно будет уже становиться действительно взрослым и самостоятельным игроком. Это хорошо. Да, смогут они это сделать или нет? Это большой вопрос. Ну, ничего не знаю. Деньги нет. А, деньги-то есть. Мозгов, извините меня, конечно, и воли. Вот этого нет. Они давно же... Знаете, война в Украине должна была сделать из Европейского Союза геополитическую единицу. Они должны были перевести на военные рельсы, хотя бы на военные рельсы своей экономики и так далее. Это было и нужно было сделать. Они должны были впереди Соединенных Штатов Америки предоставлять современное вооружение Украине. Это физически их касается. Физически. А не смотреть в рот США, что да, вы, значит, нам поставьте, а потом мы поставим то, что Нидерланды не могли сразу предоставить Ф-16, значит, Украине. Что? У них была опасность, угроза ударов Российской Федерации. Они что, пограничная страна с Российской Федерацией? Если Российская Федерация начнет войну по захвату Европы, они до Нидерландов в последнюю очередь дойдут. Должны протопать через Польшу. В последнюю очередь они дойдут до Португалии. Да, Португалии вообще. Да, но смотря с какой стороны зайдут. Что за... Вот этот идиотизм я не понимал, не понимаю до сих пор. Что им угрожало от Российской Федерации? Что они... Если была бы какая-то угроза ударов баллистическими ракетами Франции, к примеру, то Соединенные Штаты Америки не подкатили бы туда свои системы, отдали бы оружие в полном объеме, в Украине, чтобы эта война у Украины была бы оружие. Посмотреть, что... В Украине всегда дефицит оружия. Всегда. Я думаю, что если Трамп изберется, он скажет, ребята, это ваши проблемы. И американцы делают из европейцев, постараются сделать, вынуждены, сделают из них геополитическую единицу. Чтобы перестать эти социальные программы, давайте это все, режьте к чертовой бабушке, миграция и так далее, и так далее. Пускайте на войну, пускайте на оборону. Притом воюете же не вы, воюют украинцы. Идеальная схема стать геополитической единицей, потратив только деньги, Гела, только деньги, и перенаправив свою экономику на военные рельсы. Они же этого не сделали. Полтора года рекламировали, мы передали их в 16, мы передали, мы передали, они уже у них, нет не у них, взлеты, посадки, пилоты, туда-сюда. Полтора года или же еще больше. А, все, геймченджер появился. И что? 10% вы дали, сами американцы. Позавчера Зеленский сказал. 10% от утвержденного пакета помощи. Ну и что, что там выходит во внутренней политике, это все используют. Зеленский пришел, или же они полетели в Киев, изображает из себя там героев и так далее, что вот мы пришли, мы поддержали. Наша поддержка непоколебима, мы не перестанем и так далее. Сделали свои проценты внутри страны, объявили там в следующих миллиардах помощи. А Зеленский говорит, 10% всего дали от того, что обещали. Я верю ему. Он делает все, что может. К Зеленскому вопросов нет. Он делает все, что может. И не может, кстати. Поэтому, да, избрание Трампа, создаст ли европейцев возможность, чтобы они вынуждены стали бы геополитической единицей. Вынуждены. Харрис, они опять будут вот в таком расслабленном состоянии, когда в Европе не чувствуется, что в нескольких там сотен километрах идет война. Ну, не чувствуется это. Я лечу, прилетаю и вижу, да, все это. Какое-то неудобство и так далее. Там, ну, в общем, вот как-то так. Вот. Что касается Харрис... Модель поведения Запада при Трампе и при Харрисе. Вот. По отношению к нам сейчас, да. К нам и в Европе ты уже сказал, в принципе. Я думаю, что, да, по Трампу возможности донести информацию, к примеру, и через Орбан, и через другие значит, группы будет больше у Азербайджана и у Грузии, нежели у Армении. Вот. Хотя и они тоже уже стараются находить выходы на... У них выходы всегда есть. У них выходы на любого американского политика есть всегда. Есть всегда, нет, ну, не совсем так, да, потому что главные структуры в Соединенных Штатах Америки, они обижены на Трампа и за войны 2020 года, и его позиции тогда. Они обижены на Байдена, вот, они об этом открыто говорят. Главные структуры это оппозиционные Пашиняну, структуры, которые в основном это дашнакские, да, структуры. Они наиболее радикальные, поэтому там не все так однозначно. Да, они сильные, но у них есть внутренние противоречия. У них, я имею в виду правительство Армении, а не... А так, в отношении Южного Кавказа, я думаю, что внимание того, какой был у администрации Байдена, будет в разы меньше. Будет более прагматичный подход, закроет глаза, что мы хотим от этого региона. Там, мы особенно ничего не хотим от этого региона, там, уран из Центральной Азии, по нескольким позициям и так далее. через кого-то поставлять, Азербайджан, Грузия, окей, эта галочка вот есть. Что касается вот поддержки Армении на нынешний этап, я не думаю, что это будет продолжаться в таких объемах, вот, потому что оттачи, бенефита, прибыли политической и экономической от этого, ну, вообще нет. если Армения уже не сойдет с катушек и не предоставит для США какие-то активные возможности деятельности против Ирана. Иранский контекст будет преобладать в отношении нашего региона, кстати, взглядов администрации Трампа на наш регион. Ну, и как союзники Трампа, не США, а Трампа, будут, значит, направлять политику Трампа в отношении регион. Здесь из традиционных это еврейское лобби, это Израиль непосредственно, европейские партнеры Трампа, в частности, Орбана и так далее. То есть внимания будет меньше, а то внимание, которое будет уделяться, оно будет прагматичным. Вот, я так говорю. Прихарис это вообще большая неопределенность. Вообще. Говорят, что он такая темная лошадка и так далее, но действительно команды нет. Какой-то позиции не чувствуется, что она высказывала бы какую-то позицию вообще. Были какие-то заявления и так далее, но это мы не берем счет. Какие люди будут реализовывать эту политику? Потому что вот в ее окружении есть люди, которые знакомы с нашим регионом, возможно, она оставит каких-то людей, которые работали при Байдене и так далее. Наверняка она захочет что-то изменить, какие-то будут перекосы. вот здесь конечно отношение к странам региона может непредсказуемым быть и разнонаправлым. То есть может быть сумасшедшая поддержка Армении и какая-то демонизация Азербайджана. Может быть какой-то прагматизм и так далее. Но я чувствую и по письму Байдена и по тем динамикам, которые сейчас идут между Баку и Ереваном, я чувствую, что лидеры стран у них есть такое по их действиям, по переговорам, которые идут по той информации открытой, которую мы имеем, что как бы идти на непредсказуемость и ставить, делать какие-то ставки в этой непредсказуемости никто не хочет. Поэтому появляется такое возможности, когда со стороны внешних акторов сделаны сделаны может быть лучшие предложения и лучше этого по поддержке мирного процесса и лучше этого мы не получим в ближайшем будущем. Мне бы твой оптимизм. Да, но я вообще оптимистичный человек по жизни. Я вот вижу вот это окно возможностей, они могут конечно использовать его до конца года, чтобы создать реальность, которую придется считаться всем внешним актором в нашем виде. Когда говорю внешним актором, я имею ввиду и США, и ЕС, и Россия, и Турция. Смотри, давай вернемся к пессимистичным сценариям. Ну, ты не допускаешь мысли о том, что Запад просто-напросто приостановили, просто разорвёт отношения с Грузией. Евросоюз, не США, оставим США в стороне, Евросоюз, потому что я не думаю, что отношения США и Евросоюза абсолютно завязаны другом. Грузия и регион абсолютно завязаны другом. Просто я скажу, ребята, хорошо, окей, пускай тогда Южным Кавказом занимаются русские, китайцы, турки, да кто угодно, черт лысый, мы уже там не Я не Южным Кавказом, а Грузией. Южным Кавказом нет, Грузия нет, если открывается армяно-турецкая граница. И что? Это уже у Грузии исчезает эксклюзивность вот этого шлагбаума, и тогда да, по вашему сценарию Европейский Союз может более смело выступать против грузинской мечты, соответственно и Грузии и так далее. Когда они концентрируются на Армении через Турцию, то есть получают логистику туда и формируют свою позицию уже в Армении с надеждой на то, что они изменят ситуацию в Грузии в ближайшей перспективе. Нет, ну смотри, не спасает в принципе нет, ну если с надеждой на то, что изменят, то тогда в качестве запасового варианта имея это, тогда может быть. Но опять-таки когда открывается. Ну если мы достигнем какого-то прогресса с Армении до конца года, то и там это будет. И армяно-турецкая будет. Тем более стремительно, чем Азербайджан. Это не будет полноценной заменой никак. Не может быть полноценной замены. Ну я понимаю, какие-то издержки должны быть. Вы говорите, что они отказались бы от Грузии, от Южного Кавказа. Я вам говорю, что есть вариант. Этот вариант прорабатывается. Да, мы теряем позицию в регионе, но мы должны за что-то ухватиться. А ну вот за что-то ухватить. Это Армения. через Турцию и потом уже там соответствующие ресурсы. Например, если этот закон остается про иностранное влияние, они перестают давать гранты. Я прогнозирую увеличение грантовых проектов в Армении с участием армянских и грузинских НПО. с участием Армению, они будут осуществлять финансирование. Армения такая же иностранная держава, как и... Я знаю. Я знаю. Ну, получать деньги там, наликом. Почему же? Как наши делают. Они в Грузии получали наликом и завозили это. То есть на зарплату по умолчанию шло, например, билеты и пребывание в отеле на два дня. Прийти, получить деньги. Я не знаю, что делали там ваши. Я могу сказать, что делали здесь. Но они систему могут на грудью перевести. Уже другие проекты, которые должны были делаться, знаешь, как? Для того, чтобы они делались. Например, поехать в Савска Джавахет и объяснять роль ЕС. Как они там объясняли НПО? Куча проектов. 90% проголосовало. 90% не 90%, а процентов 70% там точно проголосовало. Реально. Процентов 70% там точно проголосовало и даже больше 70% за мечту. А так они объясняли роль ЕС. Поэтому, ну, нет, в принципе, дилемма интересная. Если они не отменяют... Потом, почему законы об иностранном влиянии? Закон об иностранном... Еще и ЛГБТК, вспомните. Там есть масса законов, которые вообще... Например, закон об избирательном кодексе. Закон о судебной системе. То есть, куча законов, которые... Не скажу, что гораздо важнее. Почему в иностранном влиянии такой важный закон? Потому что НПО возбухли. На самом-то деле, я считаю, что закон о судебной системе по этому поводу должно было быть больше возмущений. Вот. Вот. Со стороны не заинтересованных НПОшников, а со стороны оппозиционных партий. О том, что говорит господин Далитая. А про оппозиционные партии давайте не будем нагрузки. Хорошо. Кстати, кстати, ну, сейчас хочу, чтобы вы меня похвалили. Интересно освещаются выборы вообще в Грузии на канале? Или что-то не хватает? Ну, это интересно. Детально интересно. Не сказать, чтобы непредвзято. Нет. Архат, ну, не мне говорить, но хорошо. вот допустим, допустим, непредвзято. И как кого мне пригласить? Да, я думаю, что в смысле просвещения, да, очень много информации, интересной информации. И в Азербайджане, вот на азербайджанском языке, где идут дискуссии, на телевидении и так далее, там я чувствую вот вашу роль, да, потому что иногда начинают такие детали, да, которые никогда нигде не прочитаешь, а это озвучивается на вашем канале. Это и здорово. Это получается, что мы начинаем больше узнавать друг друга. Ну, а как же? Да, да, это так. То есть вы свою функцию исполняете. Ведута славы, поехали дальше. Поехали дальше. В итоге, что мы имеем на данный момент? На данный момент мы имеем ситуацию, которая, о которой можно говорить и обсуждать только после выборов США. Правильно? Да, да, да. Это, то есть это такая веха, после которой все будут, все карты будут уже возданы, да, и будут сформированы условия, в рамках которой каждая страна, там, субъект, он будет уже формировать свою позицию. А то, что все равно будет переходный период, даже если Харрис побеждает, все равно будет переходный период. Да, но переходный период от Байдена к Трампу и переходный период от Байдена к Харрис, это две большие разницы. Какая у нас, в одессе? При Трампе я думаю, что следует не попасть под тяжелую руку Байдена, чтобы он не принял каких-то таких решений жестких в отношении стран, людей и так далее, которые Трамп может аннулировать, это была такая практика, но да, нужно будет достучаться до Трампа, до людей, которые вокруг него, чтобы они бы там доложили и так далее. Это сложно. Но главное, я думаю, что вот в нашем треке Армяно-Азербайджанской сейчас такая ситуация, что лучше, например, я думаю, что используют нынешние положения дел, когда многие страны заинтересованы в разных элементах прогресса в различных треках Армяно-Азербайджанских. Это я и писал, и говорил об этом в эти дни. Какие страны заинтересованы в каких треках. Если есть такое совпадение, то почему бы не пойти вперед, отодвинув в сторону какие-то такие темы раздражителей и так далее. Например, Франция об этом сейчас играет самую может быть деструктивную роль. Возможно, в этом направлении нужно будет поработать, в первую очередь в Армении, чтобы и дистанцироваться, и плюс еще может быть как-то объяснить французской стороне, что здесь есть уже и национальный интерес Армении и того же самого Ашиняна, за которым они очень активно стоят. Чтобы как-то это влияние, деструктивное влияние минимизировать на нормализацию отношений между Азербайджанами. Потому что французы тоже понимают, что для них же не важно, чтобы позиции Азербайджана были бы не очень сильными в нашем регионе, их разбавить армянским фактором. там есть и геополитический элемент, геоэкономический, но для них также очень важно отдалить процесс открытия армяно-турецкой пленницы, потому что сейчас у них такие позиции в Армении наряду с США и Ираном, как главные страны, оказывающие поддержку. Армении и так далее, они везде мощные позиции они приобретают в Армении. Но с появлением Турции Турция будет дарить своей политикой именно на больше французскую часть, которая есть в Армении. Разбавлять ее. А когда нет элемента внешней угрозы, слова и выражения, которые используют посол Франции в Армении сейчас, это те же самые слова. Что он сказал, потому что Турция не смог вспомнить. Да, использовали российские дипломаты и эксперты до войны 2020 года. Что сказал посол Франции, потому что Российские дипломаты и эксперты открыто говорили до войны 2020 года. Мы здесь, мы, если бы не мы, только вас вырежут там всех и так далее, будет второй геноцид, Азербайджан там Карабах возьмет и так далее. Мы здесь, а вы там войска в Карабахе держите и за нас. То же самое сейчас говорит посол Франции. Мы здесь, на границе с Азербайджаном, и сдерживаем вероятное нападение Азербайджаном. Ситуация такая, что в любой момент может это случиться. Это нельзя исключать. Это может все выйти из-под контроля. Только присутствие европейской миссии, которую поддерживает Франция, создает элементы безопасности населенных пунктов у границы. Вот это. И в нашей международной повестке есть тема Армян-Карабаха. Вот это он говорит. Вот все, что сленг тот же самый, поведение, визиты и так далее, что было у российского посла до 2020 года, когда они травили армянское общество фобиями и зарабатывали на это, то же самое французы делают. А тут представьте, что нормализация с Азербайджаном и нормализация с Турцией. Это же по-французской позиции в Армении будет нанесен, так скажем, есть даже не удар, но постепенно это будет разбавляться важность Франции для армян. Ну, Форфад, нормализация договор, это только этап нормализации. Нормализация же здесь, а здесь как я делаю, вы прослушали, я сказал, что процесс армяно-турецкой нормализации будет в разы быстрее, глубже и шире, чем армяно-азербайджанская нормализация. когда мы имеем ввиду мирный процесс, в широком понимании этого слова, мирный договор является частью большого мирного процесса. Вот мирный процесс в отношении с Турцией, он будет скоростнее, ускоренно, глубже и шире, чем армяно-азербайджанский мирный процесс. Поэтому здесь французская позиция, она и в отношении Азербайджана, и в отношении Турции, в первую очередь, главного геополитического конкурента восточном Средиземноморье, структурах НАТО и на Кавказе. Они с Россией, и с Турцией. Вполне это допускаю, хотя я думаю, что в Армении в менталитете существует не азербайджанская, а именно турецкая проблема. Вас называют турками, а не турок азербайджанцами. Ну да. Нет, но, но, опять, Гела, с нами война была, понимаешь, и тысячи жертв из нашей и с их стороны были у нас, а не с турками. И в Турции работают по официальным данным более 50 тысяч, по неофициальным около 100 тысяч человек, граждан республики Армении, которые зарабатывают и посылают деньги в Армении. Плюс у них негласный товарооборот в лучшие годы составлял 230-280 миллионов долларов через Грузию и так далее. Потом он снизился во время войны, когда они перестали, там у них закон был о запрете экспорта и торговле с Турцией. Потом они его отменили, как отменили, как они на 6 месяцев это вводили, не пролонгировали. И сейчас эти позиции опять растут. То есть присутствие турецких товаров. там LC Вайкики, тот же самый, Коттун и так далее и тому подобное. Все это есть. Я поэтому говорю, что этот процесс будет более ускорен. Турция рядом. И Турция может работать в мягкой силе. Они не большими корпорациями приходят, они приходят вот снизу, да, с мелкого бизнеса, с торговлей и так далее. А это заканчивается приход. А? А это приход и заканчивается. Но не сказал бы. Не сказал бы. Поэтому вот у посла Франции, да, было это интервью, по которому была реакция Министерства иностранных дел. Там были высказаны неприемлемые для Азербайджана формулировки. И плюс еще он повторил то, что делал Хамнеи на встрече с Пашиняном. Он сказал, что решение по европейской миссии будет приниматься в Брусселе. Хотя ради прилития должен был сказать, что Армения должна высказать позицию, чтобы в Брусселе ее там рассмотрели. Не, но решение по европейской миссии прежде всего принимается в Ереване, а потом уже в Брусселе. Вот. И он сказал, что да, и он анонсировал увеличение двукратное европейской миссии в Армении со следующего года. Посмотрим, как все это случится. Ну и в качестве вишенки, даже не вишенки на торте, а в качестве возвращения к тому, о чем мы говорили, вот маркером вы назвали увеличение военных расходов в Грузии, назову антимаркером. Я думаю, что маркером увеличения российского, вот то, что можно потрогать, влияние в Грузии будет вот в течение вот этого года возможное открытие железной дороги через Абхазию. Абхазов они уже додавили, они сейчас приняли закон об инвестициях, согласно которым в принципе можно закупать там недвижимость. На самом деле это очень цинично звучит, на самом деле для Грузии это не то же будет не хорошо и не плохо, но есть позитив в этом в том, что те, которые будут русские закупать недвижимость, они захотят ее потом легализовать так, чтобы правда их была. Им придется тогда все равно загрузить как-то контачить, потому что понятно, что я понимаю, это да, я с вами согласен, это тоже маркер очень важный, действенный на земле. Посмотрим, как все это будет происходить. Что касается вот этой железной дороги, на самом деле во всей этой геополитике самое главное это вот рельсы. Это то, что я, о чем я сказал. Крылья, как там крылья, ноги, ноги, главный вопрос. Главное хвост. Да, потому что тогда перспективы транс-каспийского транспортного коридора, ну скажем так, они становятся гораздо меньше, чем сейчас. В общем, следующая неделя будет интересной. Очень. Да, саммиты, ОТГ тоже будет очень интересным, я вот это чувствую, вот мне очень важна какая-то А что будет на ОТГ? Ну там для меня, как азербайджанцы, интрига заключается в участии Туркменистана, потому что что-то в последнее время какие-то темные тучи над отношениями Туркменистана и с Азербайджаном, и в некоторой степени с Турцией есть и так далее. Посмотрим, как все это отразится на саммите ОТГ, где, по идее, они должны присутствовать. Мне директор Института средних исследований Туркменистана обещал меня позвать в Туркмению, чтобы я посмотрел. Поехали. Я ему обещал, но пока я не вижу приглашения, но я ему верю, я конечно поеду, конечно интересно, о чем речь, еще как интересно, но я ему пока верю и надеюсь, что... Ну, например, Азербайджан не участвовал или же не был приглашен на эту большую конференцию посвященную памяти Махтангули Фраги. Мы это заметили для себя, поняли, что что-то здесь не так. Многие, конечно, блогеры там в Америке, в Европе начали говорить, что вот вдруг в Министане должен был быть саммит ОТГ, саммит ОТГ. Председательствующая страна Кыргызстан, а саммит значит должен был пройти почему-то в Тухне. А сейчас будет саммит ОТГ? Сейчас будет саммит ОТГ. Это уже такое организационное со всеми голосованием. Да, да, да. Что должен был быть саммит ОТГ? Алиев не поехал, Эрдоган не поехал, они позвали из-за этого Путина, что вот ОТГ сейчас Путин и так далее. глупости вот в Америке сидит одна женщина вот вредная. И вот такую муть гонит, что там должен был быть саммит ОТГ, эти не поехали, значит а Путин поехал и вот вот что это значит. Конечно и матчасть там хромает, интерпретация слабая. Это была конференция посвященная вот этому делу и они собрали там в принципе и лидеров Ирана, России, участие Азербайджана и Турции если для них не было очень важным, то это демонстрирует под кого влияние это все происходит. Создает у нас как говорит в пресс-релизах нашей службы госбезопасности обоснованные значит подозрения что откуда дует ветер в охлаждении отношений между Туркменистаном. Знаешь что конечно сейчас многие зрители скажут что у Гелы дождик пошел русские виноваты и солнцесвязь русские виноваты но я думаю что ну а кто может еще мутить может еще и мутить или релиза да опять приходим к рельсам Гела рельсы дороги Туркменистан Иран Армения Грузия путь который они тоже где рельсы в Армении не рельсы да автомобильная дорога они автомобильная дорога ладно они уже провели экспериментальные значит эти самые маршруты и так далее ты то есть этого маршрута тоже есть и там тоже есть какая-то активность я хотел сказать последнее время слишком много туркменных взаимодействуют с русскими а потом понял что последнее время все слишком много взаимодействуют поэтому будем ждать какой-то нормализации может быть лично контактов и так далее потому что да с Туркменистаном все решается там сардан или все-таки еще Курбангулы решает я думаю Курбангулы посмотрим хотя говорят чудные схемы ну если не желаем вот нормализация отношений искренне желаем потому что нам с Туркменистаном нечего делить а можно только совместно работать и зарабатывать очень хорошие деньги нам нечего делить кроме Каспийского шельфа да потому что там и на шельфе проблем с глубоководным и обмелением Каспия проблем больше с той стороны нежели с нашей вот насколько я знаю а там должны провести вот эти работы по углублению и так далее они этого не делают я думаю что чтобы заинтересовать возможно будет задействованы и другие лидеры центрально-азиатским государствам может быть китайские партнеры и так далее потому что одними казахстанскими портами увеличивать кратно увеличивать грузоперевод грузоперевод все-таки турбом больше да поэтому а там тема обмеления она их касается больше нежели нас подожди разве обмеление не на севере обмеление на севере и в стороне больше ощущается нежели наше насколько я знаю мне об этом говорили квалифицирован компетент ну что больше часа пролетело так что мы не заметили большое спасибо большое спасибо за очень интересную беседу я думаю это была глубокая беседа кто поймет тот поймет ну я думаю что наши зрители подготовленный зритель поймут подавляющее большинство я в этом уверен дай бог еще раз большое спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо всем-всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго до встречи